Учебный год завершается. Уже в субботу 25 мая во всех школах района прозвенит последний звонок. Около двух тысяч славянских выпускников навсегда попрощаются с родной школой. Для многих учащихся прошедший год был удачным. О ребятах, которые добились отличных результатов в обучении, смотрите в следующем материале выпуска. Ежегодно в конце учебного года в нашем районе проходит торжественная церемония награждения лучших школьников и их педагогов «Созвездие талантов». Кульминация праздника – объявление имен победителей в номинации «Ученик года». В этом году сразу трое славянских ребят были удостойны этой чести. Двое – это учащиеся первого лицея – Анна Кудрявцева и Максим Просвиров. Анна Кудрявцева всерьез увлечена космическими исследованиями. Она является призером и победителем многочисленных всероссийских олимпиад и конкурсов. Обладатель гран-при на первом всероссийском конкурсе-олимпиаде «Таланты умного города», победитель космического чемпионата в рамках Международного аэрокосмического фестиваля. Самым главным успехом школьница считает призовое место Национальной технологической олимпиады по профилю «Спутниковые системы». Ее наставник в космическом классе – Сергей Неделько, который стал педагогом-мастером в этом году. Я очень рада, что я удостоена чести стать победителем номинации «Ученик года». Для меня это означает, что все труды мои, моего наставника за этот год были оценены. На практической части очень помогло то, чем мы тут занимаемся, потому что в практической части этой олимпиады мы строили, конструировали купсаты и придумывали для них различные миссии, конструировали и паяли схемы, рассчитывали орбиты. И еще один учащийся первого лицея стал учеником года, победитель в олимпиаде «Путь к олимпу по химии», победитель всероссийского марафона «Космическая одессея» Максим Просвиров. Самым ярким событием для меня является Всероссийская олимпиада школьников, потому что я смог на ней проявить свои лучшие качества. С пятого класса я начал интересоваться физикой, химией и историей. Я считаю, что без этих предметов невозможно представить образованного человека нашей страны. Максим знает свою любимую химию гораздо шире, чем она представлена в школьной программе. А самое главное, он творчески подходит к этому предмету, что ценно на олимпиадах. Ему было все понятно. Он заинтересовался, пошел на олимпиаду. Сначала это муниципального характера, ну а потом все выше и выше, и у него интерес проявился. Он уже вот в этом году и в других олимпиадах принимал участие и стал призером. Мне очень приятно, потому что именно моя работа не была напрасной. И по истории у Максима серьезные успехи. Такая разносторонность очень похвальна. Расскажу о секрете. Это нужно прежде всего любить свою профессию, любить ребят, хотеть сделать мир лучше. На сегодняшний день государство и школа создают все условия для того, чтобы были вот такие вот успехи у ребят и учителей. Замечательные новые учебники Мединского, замечательные кабинеты, конкурсы, программы, администрация ответственная, талантливая, которая нас стимулирует к работе. Поэтому все мы добиваемся таких успехов. Третья награжденная в этой номинации учащаяся третьей школы Владислава Чернышова, победитель Всероссийского конкурса сочинений, призер Всероссийской олимпиады школьников высшая проба по биологии, победитель Московской олимпиады школьников по генетике. Сейчас Владислава находится в образовательном центре «Сириус». Поздравление с высокими результатами окончания учебного года на созвездии талантов принимала ее мама Ульяна Чернышова. Конечно, мы испытываем большую радость и гордость за нашу дочь. Очень жаль, что она не смогла сегодня присутствовать на этой церемонии, получить лично заслуженную награду. У нее действительно много побед. Первую победу она получила еще в возрасте 6 лет во Всероссийском конкурсе «Я исследователь». С тех пор было много достижений, но я думаю, что самые главные победы еще впереди и у нее, и у всех ребят, которые сегодня участвовали в этом празднике. Безусловно, за всеми такими наградами стоит огромный труд и ребенка, и наставников. Поэтому хочу поблагодарить школу, директора, учителей, которые создавали эти условия. У этих замечательных ребят все еще впереди. С их способностями и жаждой знаний у них будет отличное будущее, новые достижения и открытия. Пожелаем им успеха в жизни. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...